Для некоторых, теперь уже бывших иностранцев, церемония принесения присяги прошла в Управлении МВД России по Ленинскому городскому округу. В конференц-зале собрались те, кто раньше проживал в Молдове, Украине и Узбекистане. Текст, который необходимо произнести небольшой, несколько предложений, но после его прочтения жизнь этих людей кардинально изменится. Клянусь, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, право и свободу ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Законодательством предусмотрено много оснований подать заявления на получение гражданства Российской Федерации. Среди них одно из самых востребованных на постсоветском пространстве – воссоединение семьи. Таким правом воспользовалась и бывшая жительница Узбекистана Татьяна Цай. По ее словам, не последнюю роль в принятии решения сыграли и условия проживания в России. Торжественная для меня примере. Я чувствую такую волнительность какую-то. В течение 10 лет мы живем на три страны с мужем. Дети у нас здесь, мы в другой стране, бываем и в Узбекистане. Но человек всегда старается жить там, где лучше. Процедура рассмотрения кандидатуры может длиться до 6 месяцев. После произнесения присяги гражданин получает документы, с которыми он сможет обратиться в многофункциональный центр для получения паспорта. По окончании церемонии к собравшимся обратился начальник управления МВД по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин. Независимо от национальностей, традиций, обычай, все мы люди. И то, что прибавление в нашем государстве людей, жителей, это только плюс всем нам вместе. Удачи всем, здоровья и в преддверии поздравляю всех с праздником Днем России. В среднем около 250 бывших жителей других стран получают российские паспорта в Ленинском городском округе. А всего в стране в год более 600 тысяч иностранцев становятся гражданами России. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Винное ТВ.